Дорогие друзья, здравствуйте! В этом выпуске мы покажем, как Алексей Шамардин из НашНадзор провоцирует людей и потом вырезает эти моменты, провокационные моменты. Мы сейчас поговорим с участниками конфликта, которые нам поведают интересную историю. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте! Зову Дмитрий, фамилия Чесноков. Что у вас вообще приключилось с Алексеем? Ну, как сказать, было рабочее время, я выходил потребителю отдавать блоки. Это было вот здесь, прям вот непосредственно близкий завод «Электросигнал». Так точно, завод «Электросигнал». И заметил группу неадекватных людей, которые хамили людям, блокировали их машины. Я сначала-то и не признал, что это наша достопримечательность, наш позор. Да, да. Потому что я делал его мелько в ваших выпусках, разок, может, показывал коллегам. Вот. И мы общаемся с потребителем, заполняем нужные бумаги. И в этот момент я замечаю, как он преследует человека и в его сторону плюет. Меня это очень сильно удивило, даже, можно сказать, возмутило. Я абсолютно... Я когда увидел эти кадры, честно говоря, которые вы предоставили, я был в шоке. А потом они еще ломанулись на предприятии. Вот сюда внутрь. Я вот пока вот про эту тему заговорили, как раз, я так понимаю, это вас касается, это конкретная ситуация с этими плевками. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Максим Прокофьев, меня зовут. Да, ситуация такая была, плевали у меня. Началось все с того, что я переставил машину через дорогу, она здесь стояла. Я ее переставил сюда в карман парковочный. После чего подходит ко мне человек, я пытаюсь выйти из машины, он мне меня не выпускает. Задает вопросы, зачем вы стояли, я говорю, что тебе нужно. Человеческий, говорю, отойди, мне выйти нужно. Открываю дверь, он мне дверь в обратную толкает. Я его толкаю в дверь и ухожу из машины, он мне не дает пройти. Я пытаюсь его отстранить от себя как-то, то есть он приближается. Толкаю, он меня в обратную толкает. Какая-то прямо от него опасность. То есть человек просто шел на провокацию, то есть на провокацию шел целенаправленно. Я прохожу, дохожу примерно вот досюда, мне идет толчок в спину рукой. Толчок в спину, на что я говорю, ты меняемый вообще, ты почему так себя ведешь? После чего начинается, ты это своим родителям там расскажи и в таком роде. То есть провокация сто процентов. То есть если он считает себя журналистом, как он говорит, он журналист. С журналистом общего ничего нет. Я думаю, что в принципе его коллеги, которые выполняют реальную работу журналистскую, от которой зависит и судьбу некоторых людей, они просто его презирают. Я журналист, Володя журналист. Мы ратуем за права журналистов. Ну когда вот это вот ***, я по-другому его не могу называть, притворяйся журналистом. Да, вот ты правильно обрала меня. Вот честно, я просто в бешенство, когда, да, будь там, называй себя общественником, блогером, активистом, кем угодно. Я назвал журналистом. Какой *** журналист? Я вот так вот думаю, это сугубо мое мнение. Сказываем квалифицированную юридическую помощь. Ну, после чего он меня толкает. Я продолжаю идти дальше сюда. Он начинает про родителей мне рассказывать. Ты че толкаешь? Нарушает права пешеходов и толкаешь. Клоун, почетная профессия. Ты своей маме все это скажи, с папой. Слышь? Причем? А че ты меня оскорбляет? Пальчики показываешь. Да ты сам какой начатый, что ли? Начатый, че ты плюешь-то, а? Оботроп тебя, ладно, вот это вот, твою дерьмо. Иди, гуляй. Давай, все, свободен. Маме скажи все с папой. Я поворачиваюсь, поворачиваюсь. И вижу, что плевок идет в мою сторону. Ну, то есть на полоборота я вижу, что у меня идет... Это вот здесь вот, да? Ну, это да, вот где-то уже вот здесь я отсюда сюда дошел. Идет плевок. Я просто сделал шаг назад, плевок прилетел мимо. Захожу, он через проход... Я так на видео видел, он дважды плюнул, получается, в вашу сторону. Просто вы как-то уворачивались, как дважды. Ну, я увернулся, да. Я не могу сказать, дважды нет, но один раз это было, да. То есть, после чего я захожу через проходную, вот через первые двери. Чувствую, сзади меня пытается, он либо схватить, я не знаю, что он хотел сделать рукой. На проходной здесь? Да, уже вот здесь, внутри уже, в помещении, в вестибюле. То есть, какие-то манипуляции рукой сзади, то ли за шиворот взять, то ли что, я не знаю. Я просто ногой отмахнулся от него, ну, как бы вот так. И все. После чего пошел через проходную. В принципе, как бы все. После окончания рабочего дня, выходя, уже, ну, подходя к проходной изнутри завода, просто увидел человека, которому глаза промывают. Поинтересовался, что случилось, ну, на что получил ответ, что распылили баллончик человеку в лицо. Мнение, что человек просто это провокатор. Никакой полезной нагрузки он не несет, какой он якобы пытается всем представить. Видимость бурной деятельности, на самом деле, оказывается только бесполезным. И для людей, приносящим, ну, неудобства, мягко сказать, просто некоторые реально испытывают стресс, мне кажется, люди. Ну, я это мягко скажу. Да, да, мягко скажу. Тем более люди, которые, ты подъехал к предприятию, где люди реально чем-то занимаются. Это не просто предприятие, где носки вяжут. Вот и все. Понимаю. Приносят пользу, скажем так, государству, как бы это, может быть, громко и не звучало. Спасибо за комментарий. Ну, давайте мы с вами продолжим. Там самый, так скажем, конфликт дальше разгорался. Да, конфликт разгорался дальше как? Мы пока оформляли документы, это заняло примерно, вот, от событий, описанных только что, это заняло примерно, ну, полчаса. В течение получаса я оформлял, сверяли номера, ну, делали обыденные наши процедуры, но, естественно, смотрели за нарастающим конфликтом. Он заблокировал человека. Возможно, это был Максим, я не видел. Светлая машина. Абсолютно. Вот, они вели себя неадекватно, выражались нецензурно. Это, естественно, они не покажут в своих роликах. Ну, вызывающие, естественно, очень вызывающие себя вели. Вот, бегали, то на территорию режимного предприятия, то по территории. Какой конфликт у вас именно с ним случился? Далее они напали на девушку, которая была на парковке. А, что за парковка? Вот, она вырвалась, да. А, что за парковка не было? Да, да, но я её не знаю. Вот, это было издалека. А потом я заметил, что они облепили машину моего коллеги, которая стояла вон там, конструктора. Ну, добрейший души человек, прям вот честно. Вот, и стучат ему там по капоту, стучат ему в стекло. Ну, провоцировали. Да, заблокировали его с трёх сторон. Ну, не пойму, что ж такое-то. Подхожу туда. К этому моменту ещё один коллеги, Волков Константин, подошёл. Вот, и у них словесная перепалка начинается. Он говорит, зачем вам это надо? Они там, ему не твоё дело. В таком духе. Я подошёл рядом с Косик. К тому моменту было принято... Ещё подошли некоторые коллеги. Решение, как сказать, чтобы человек, которого заблокировали, просто поехал как бы в их сторону, а они бы отходили, чтобы от этих неадекватов как-то избавиться. Ну, и мы, получается, встали с Константином, плечо к плечу. И в этот момент между нами вклинивается Сергей Ерёмин, как я уже выяснил. Который его недавно сдал с потрохами. Ну да, для простоты его можно назвать «Боевой петух номер один». Помню, друг, совсем ненадолго. У меня канал вообще я про строчку в магазинах занимаюсь. Я вас слышал. Смотрите. Вот это вот, его, честно, это был второй рейд совместно. И вот эти его драки, это неправильно. Но я посмотрел вживую его методы. Одно его методы на видео, когда смотришь, другое, другое. Абсолютно. Абсолютно. Честно. И он склинивается, расталкивая нас локтями. Я поворачиваюсь на него, я смотрю, незнакомое мне, так сказать, тело. Отпихивает в грубой форме нас. Без маски, опять-таки, я его, не знаю, своем. Мало ли, чем болит. Да, доверяю. Вот. И я его отталкиваю плечом. Делаю вот так именно. Не двумя руками, не как-то. Ну, плечом его пиханул. Я уж не знаю. Либо я так сильно его пиханул, но мне что-то сомнительно. Либо он этого ждал. Я думаю, просто он решил стимулировать. Да. Но это явно видно было на видео. Он летит, как будто его машина сшибла. Делает кувырок и в ту же секунду распыляет в мое лицо баллончик. Я не приклядывал, что было в его левой руке, вправой была камера. Вот я смотрел ему в лицо. Вот. Но он не копался. Я даже уже замедленную съемку смотрел. То есть он изначально был готов распылить. То есть, скорее всего, у него в левой руке, да. Уже был баллончик. И лежа сразу, он его распыляет в меня. Я говорю ему, ты что творишь? В этот момент пытаюсь увернуться от струи. Вот. Но у меня было, соответственно, тоже устройство самооборонное, которое называется Premier. Premier 4. Да. Он содержит баллончики аэрозольные и малогабаритные, которые тоже распыляют перец в ответ. Я его выхватываю, потому что он к тому моменту уже поднялся и сделал шаг в мою сторону. То есть он хочет продолжить нападение с оружием. С гражданским оружием, фактически, баллончик-то. Вот. И я распыляю баллончик аэрозольный малогабаритный ему в ответ. К тому моменту, пока он еще даже не упал, даже я его не толкнул. Это заметил я уже потом на видео. Салават Камадинов. Для простоты боевой петух номер 2. Да. Уже стоял на проезжей части, слева от меня примерно в полутора метрах. И тоже видно на той же видео Шамардина, как он сразу же лезет в карман, хотя конфликт еще не начался. И вытаскивают руку уже с баллончиком. Вот. И когда я отстрелялся в ответ, ну, распылил, бам, в Ерёмино. В этот момент я получаю струю, этот момент вырезан. Потому что у меня даже с ним словесного контакта, даже визуального контакта с этим салаватом не было. А он распылил все-таки. Да. А он просто распылил вот с полусферы, которую я даже не видел. Далее я начинаю уходить от них. Стреляю ему в ответ, распыляю, бам, этого салавата, который на меня напал из-под тишка слева. И там видно, даже видео сильно порезанное, что мы сместились назад, что я отступаю, они бегут с уйтенутыми руками, поливают меня из баллончиков. Я пытаюсь, ну, в этот момент у меня заклинивает устройство. И получается, третье распыление было в молоко, просто в никуда. Я нажимаю, нажимаю, ничего не происходит. Но они так нарезали весь этот сюжет, чтобы... Да, ну я потом полицию сдал, там, три стрелянных бамы, четвертый остался нестрелянным. Так, я так понимаю, с их стороны поступили заявления, как обычно все это происходит. Собственно, нет, я хотел увезти дальше по улице, я сделал несколько шагов вперед, но понял, что начинается блефароспазм, это когда мозг закрывает глаза, когда попадает иритан, ну, или что-то слишком ядовитое. И открыть их потом невозможно будет. То есть, не болевое действие именно само. такое опасное. А то, что не сможешь открыть глаза. Я понимаю, что в компании этих трех людей с закрытыми глазами на дороге оставаться не вариант. И начинаю уходить на завод. К тому же у меня там и кабинет открытый остался, и автомобиль мой. вот, они меня преследуют, преследуют до конца, кричат туда, сбежал преступник. Да. И прочее. Вот. Я еще какое-то время нахожусь в нормальном состоянии, а потом мне просто резко накрывает. Ну, видно на их же видео, что у меня с куртки аж течет просто. Иританция. Они залили полностью. Полностью я был залит. И, скорее всего, Еремин, когда подбегал уже второй раз, когда с вытянутой руку, скорее всего, это был даже, наверное, еще один баллончик. Потому что, ну, он распыляется в течение трех секунд. То есть, едва ли он у него был. Как огнетушитель. Скорее всего. Второй был. Да, досталось мне с трех баллонов полных. Да, естественно, они вызвали полицию, но это мне было уже неведомо, потому что меня отмывали около часа. То есть, мне сначала принестили молоко. Молочный белок смывает капсоциноиды. Вот. Потом пришла из дровпункта медсестра и фуруцелином отмывала. Потом, кстати, когда она пришла домой, она только имела контакт с салфетками в фуруцелине и с тем, что я вытирал. Пришла домой, взялась за глаз. У нее тоже глаза закрылись. Вот. Что же там за сильная такая штука? Как вот баллончик ядовитый. Ну, как я смотрел, опять-таки, на видео из Краснодара, популярным шумардиным, они покупают, как я понял, исключительно баллончики, которые антидоги, антизвери. То есть, даже не от людей, так скажем. Да, они не прошли сертификацию, небезопасны для человека. Там написано не применять против людей и являются они средствами бытовой химии. То есть, они проходят сертификацию на безопасность. В отличие от моего устройства, потому что БАМы не способны никакого вреда здоровью причинить. То есть, я к чему про газовые баллончики, которые они стараются покупать антизверь, антидог, которые запрещены применять против людей. Мне кажется, у них просто какое-то маниакальное желание причинять именно людям вред здоровью. То есть, ну, что им мешает купить обычное сертифицированное против людей средство? Ну, собственно, и эффекта особо не было. Они как бегали меня преследовали, так и преследовали. А, еще что интересно, я когда уходил, они за мной бегут. Я поворачиваюсь, они рассыпаются, как тараканы. Я ухожу, они опять набегают. И я захожу в дверь, и мне кричат коллеги, Дима, Дима, я поворачиваюсь, и в этот момент меня пытается сильно ударить боевой петух номер два, Салават. Салават. Да. Пытается дверью, но я уворачиваюсь. Есть на их видео это, да. Ну, они, может, как подбих восприняли, или ничего, со спины напасть на человека и попытаться ударить его дверью. Да. Ну, вот в итоге приехал, а он потом, как они говорили, что их расстреляли там, жесточайшие, то есть перепуганная медицина, ну, вызвали реанимобиль. Приехал реанимобиль, которым они тоже скандалили, мозги им пудрили, и больше часа, а может и больше еще, они задержали реанимобиль, который мог бы помочь реально пострадавшим людям, тем более в такой ситуации, в пандемии. Что происходило дальше, когда приехали сотрудники полиции? Как они себя вели, и что они вообще писали, заявления? Ну, все заявления, что они писали, я не видел, потому что я больше часа выбыл из строя, да, пока я отмылся. Ну, по итогу, как вам стало известно, так понимаю, что заявление было написано на вас. Да, они писали заявление на меня, вот, Константин Волков, участник этих событий, написал пояснение, как это называется правильно, объяснение, да, по ситуации, где сказал, что они применяли баллоны, потому что те в своем заявлении писали, что подошел неадекват и начал их расстреливать. То есть не то, что они первыми, да, применили оружие, а что я просто подошел, начал в них стрелять, они начали убегать, кричать, спасаться там, но он не слушал и шел и уничтожал. Как вы думаете, вообще перспективы какие там по этому делу в отношении вас, заявление, которое было написано? Трудно сказать, я написал встречное заявление, вот, полиция предоставила медицинские справки, у меня были последствия, то есть я был на больничном, диагностировали травматический конъюнктивит, опять-таки сотрудница полиции дала мне направление на прихождение экспертизы. Да, я прошти ее смог только на следующий день, потому что я до восьми часов пробыл в отделении полиции. Вот, и на следующее утро я пришел, и у меня все равно остальные явления были, ну, три баллончика целые вылили. Ну, конечно, я представляю, даже не представляю, мне сложно это представить, это ужас, конечно. Да, как выяснилось, Шамардин потом тоже приходили и поскандалили опять-таки с экспертами, да, хотя они милейшие люди, я с ними хорошо общался. Ну, что меня возмутило, так это то, что они предъявляли руки свои и говорили, что я им пожег какой-то адской химией руки, хотя на руки, во-первых, им ничего и не попало, а самое главное, в их видео видно четко, как Салават Камадинов все время бегает в перчатках. То есть я сказал, что у него лицо почти не пострадало, а вот руки пострадали. Еще есть что-то добавить? Хотели бы, может быть, поделиться своим мнением вообще по этой ситуации? Ну, что можно сказать про эту ситуацию? Что Шамардин это явно не за правду, это именно конфликты, скандалы, хайп, ну и наживалого, так сказать, на доверчивых людях, на его подписчиках. Причем это самое говорил его же боевой петух номер один. Именно так. Его же, так скажем, коллега. Юда. Согласен, Юда. Потому что у него нежные отношения с ним, кто же их знает. А там размовка была в тот момент. Там, там, да, там, получается, что я хотел бы еще к подписчикам его обратиться, в каком плане? Обращайте внимание на детали. Вот, реанимобиль они задержали своими действиями, хотя они не пострадали фактически, ну, не было у них такого, что их час отмывали, оказывали именно настоящую медицинскую помощь, но тем не менее, больше часа реанимобиль выбыл из строя, он мог бы помочь людям реально в нем нуждающимся. Далее они устроили скандал в отделении скорой помощи глазной больницы. В этот момент на его же видео фигурирует женщина, которая получила тяжелую травму глаза, у нее торчала железяка фактически из глаза. Вот и она ждала, когда эта комедия закончится, пока ей могут оказать помощь. То есть она их ждала. Пока есть спрос, вот такие вот непорядочные товарищи и будут вот этим всем заниматься. Я согласен. Ну да. В принципе, что хочу сказать. Спасибо вам большое, что вы дали нам интервью. Мы в любом случае будем следить за развитием событий по этой ситуации и вообще следить за деятельностью общественных в кавычках Алексея Шеморзина. Я бы сказал, противоправной деятельностью. Потому что это какой-то терроризм, я бы даже сказал, гражданский терроризм. Гражданско-бутовой. Гражданско-бутовой терроризм, да. Спасибо большое. Дорогие друзья, и хочу от себя добавить. Вместо того, чтобы вообще избежать конфликтов, Алексей и его ГОП-компания провоцируют эти конфликты, делают все, чтобы эти конфликты были, зарождались и развивались. И самое интересное, он любит вырезать моменты, где он именно провоцирует людей. Как на примере вот здесь с Плевком. Он просто не ожидал, что камера наружного наблюдения все-таки зафиксирует данный факт. И как вы думаете, в других своих сюжетах он поступал ровно точно так же, но, наверное, другими методами. Он мог показать, либо что-то сказать человеку, чтобы вывести из равновесия и спровоцировать на конфликт. Поэтому, дорогие друзья, берегите себя, берегите своих друзей, родных и близких. Если вы увидите где-нибудь Алексея и его ГОП-компанию, подойдите и скажите, что он сказочный долбоем. Не совсем хороший человек, просто камел. Да, такой это верб, я бы даже сказал, да. В общем, дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, пальцы вверх, писать обязательно комментарии. Ну и огромная к вам просьба, смотрите этот ролик полностью от начала до конца, это очень важно для продвижения. Чтобы в рекомендациях попадал все чаще наш ролик, необходимо смотреть максимально длительно видео, любое из наших видео. Друзья, максимально распространяйте этот сюжет. Люди должны знать правду о нашем позоре, а именно об Алексея Шамардзине и о его боевых петухах. О боже! Кажется, вы очень понравились вождю. Вача, теплевок, признак высшего расположения. Слюна связала нас навеки. Субтитры подогнал «Симон»!